МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В данном случае – главной дороги. На перекрестке ему необходимо было свернуть на улицу Радищева. Водитель же Хонды, напротив, выезжал с этой улицы на Краснореченскую и собирался направиться в центр. Владелец седана в своей правоте уверен. Хотел повернуть сюда. По Краснореченской горел красный свет. Он, как выезжающий с второстепенной дороги, должен был меня пропустить. Я поворачивал. Он, видать, с горки ехал, газу поддал. Я не успел увернуться. Иностранец же настаивал на том, что пострадавшей стороной является он. Оппонента обвинил в том, что при совершении маневра он не включил сигнал поворота. Однако владелец короны заявил, что это неправда. Виновным автоинспекторы признали водителя Хонды Фит. В Южном микрорайоне произошла авария, в которой оказался разбит редкий японский автомобиль. Речь идет о Ниссане Леопард. Машины данной марки вышли ограниченной серии. 27-летний владелец Ниссана двигался по улице Ворошилова со стороны Суворова. Он ехал прямо. На перекрестке с улицы Рокоссовского в это время находилась Хонда HR-V. Удар оказался довольно сильным. Седан откинуло на придорожное дерево, и машина едва не загорелась. До приезда пожарной охраны предотвратить возгорание пытались друзья владельца Ниссана, которым в столь поздний час он и ехал в гости. По поводу обстоятельств столкновения, каждый из его участников выдвинул свою версию. Молодой человек рассказал, что он ехал прямо, а девушка на Хонде выехала с прилегающей территории ему на перерез на улицу Рокоссовского. Версия автолюбительницы немного другая. Она выезжала со дворовой территории на улицу Ворошилова. Уже будучи на магистрали, автолюбительница перестроилась в крайнюю левую полосу и включила поворотник, чтобы свернуть на улицу Рокоссовского. В этот момент и произошла авария. Леопард, который двигался по встречной полосе, врезался во внедорожник. Разбираться в обстоятельствах ДТП будут в отделе дознания.